Всем привет, с вами Гаро, Хидео и Скиф, я тут слышал новости интересные, подвезли по All in Age Eternal, поэтому мы так собрались с небольшим кружком чуть-чуть обсудить. Ребят, кто расскажет, что интересного подвезли, что за новости? Хидео, я слышал, там какое-то супер подземелье будет, рассказывай давай. Да, привет всем, привет Гаро, привет Скиф, начнем пожалуй с кричащего карьера, это Free4All, это подземелье на 200 человек, где возможно АПК, в нем будет несколько уровней, на каждом уровне будет промежуточный босс, то есть помимо сражения с этими боссами, вам придется еще отбиваться от других игроков, пвпши с ними, и финальным боссом на финальном уровне будет бегемот. Я так подозреваю, что NCSoft его в своих статьях специально так выделили, что это будет сейчас такой самый эпический, наверное, босс, возможно, в Lineage Eternal на первом ЗБТ, вот, и вот с ним придется сражаться на самом последнем этаже. После того, как 200 человек зайдут, больше уже, собственно, никто не может зайти, но я так подозреваю, что будут соответствующие зеркала, где будут создаваться остальные копии подземелья. Но мы подозреваем, мы не знаем. Вот, собственно, и все вот такое вот интересное, подземелье первое. Угу. А Free4All PvP в этом подземелье включать с тролляком мод означает, что в другом месте не будет Free4All. Почему они так выделили, что там будет? Можно вспомнить, что еще в 2011 году они говорили, что ПК будет, но возможно, то есть будут определенные вот такие вот ограничения. Хотелось бы, чтобы не только кричащим карьером ПК ограничилось, возможно, просто некоторыми высокоуровневыми локациями, не только в одном месте. Ну, ждем, да, чтобы более подробно. А что еще? Какие там еще анонсы были по подземельям? Сегодня мы говорим про подземелья. Можно рассказать про подземелья Печатей, но не подземелья, а семи Печатей, как привыкли игроки. А я думал, ты про башню Дерзости расскажешь. А я про нее тоже расскажу. Сначала про подземелья Печатей, вот буквально коротко. Мы про нее знаем, мы слышали. Возможно, надо будет там распечатывать бижутерию. Мы говорили, что она необходима будет для Умени. Да, и, естественно, башня Дерзости. Там обещают что-то очень прикольное. Для Дерзких пацанов. Для Lineage 2, для тех, кто не знает, может быть, это Tower of Insolence, той, знаменитой. Потому что, возможно, не все русский вариант названия помнят. Вас там ждут динамические изменения Трайна. Позреваю, что окружение будет каким-то образом меняться, в зависимости от ваших действий. Мобы и задания будут, соответственно, меняться. Самое интересное, что туда потребуется команда. Да, потребуется команда. Про команду мы расскажем завтра в подробной статье. Поэтому не будем углубляться. Забегать вперед. Вот, собственно, и все. Такие подземелья обещают. Это пока все, что есть, да? Да, пока все, что есть. Ну, давай подытожим. Значит, у нас есть вот это вот для четких пацанов. Потом... А я так понимаю, что это из Ла-2, да, Инст? На подземелье. Ну, то и подземелья с 7 печатей. Даджинс, Семен Силс, как в Lineage 2 все привыкли. Да, это из линейки серии, линейки, знаменитые подземелья. Ага, слушай, а ты скриншоты видел их? Ну, не похоже, а. Ну, они отличаются, естественно. Отличаются. На то, что не будет так больше. Двести лет спустя. А-а. Не, ну, вдруг-то... Ну, а что подземелья ему 200, ему 200, хоть тысяча лет стоит, знаешь, оно что там, вход и вход, грубо говоря. Не, боюм уже подох и протух. Не. А-а, ну, я просто думал, чтобы ладваша нашли какие-то параллели, там, о, там, планете. Мы знаем, что будет антрас в Lineage Returnal. Я сто процентов вам скажу, что в Tower of Insulence на последнем этаже будет боюм. Возможно, мне сразу же, чуть позже. А, слушай, это вот где 200 человек и Free For All, правильно? Нет, это в Тое. Там, где 200 человек, там будет Бегемот, но Бегемота не было в этом. А-а, а сколько уровней? Не сказано. Говорили? Не сказано. Потом много уровней, куча промежуточных боссов, но самый сильный, финальный босс на последнем этаже будет Бегемот. Ага. Ну, блин, ну, достаточно круто звучит это все. Почему нет? Гарен нравится? М-м-м, нет. Изменил сам мнение Апрельные Сетёрл или нет? Я после классов изменил. Да. Классы, конечно, темку подкинули нам. Для размышлений. Да, для размышлений. Может быть, все что угодно. Может быть, абсолютный эпик, а может быть, как бы, абсолютный фейл. Но это мы сейчас обсуждать не будем, потому что, ну, это затянется под наш выпуск, так скажем. Значит, спасибо большое. Наверное, Игар, у тебя есть что-то добавить? Не-не-не, я спрощу. Хорошо. Значит, спасибо большое, Игар. Спасибо, Хидео, за то, что ты просветил. Спасибо, Гар, за то, что заскочил к нам на огонек. Вот. Я говорю всем, до свидания. Читайте LineageTurnal.ru Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok